46 грузовых автомобилей доставили гуманитарную помощь для жителей осаждённого пригорода Дамаска. Сирийская делегация Красного Креста и Офис ООН сообщают, что конвой доставил продовольствие и медикаменты для 30 тысяч горожан. В то же время представители ООН сообщают, что сирийские власти отказались пропускать некоторые наименования гуманитарного груза. Таким образом, вместо оказания помощи 70 тысячам нуждающихся, нам разрешили взять груз для 27,5 тысяч. Мы не ограничены 5-часовой гуманитарной паузой. Это очень короткий срок для любого гуманитарного конвоя. Мы предупредили власти, что нам нужно от 12 до 16 часов доставить груз, разгрузить его и вернуться в Дамаск. В воскресенье президент Асад в интервью государственным телеканалам пообещал, что его войска продолжат наступление на позиции повстанцев, несмотря на критику лидеров США и Великобритании, заявивших, что его действия привели к гуманитарной катастрофе. Противоречия между перемирием и боевыми действиями нет. Успехи, которых добилась сирийская арабская армия в Гуте вчера и позавчера, были достигнуты во время этого перемирия. Операция против терроризма должна продолжаться, но в то же время у мирных жителей будет возможность покинуть зону боевых действий. Абу Мухаммед Алая на развальных своего дома в Гуте ищет тело своего старшего сына. Неделю назад в его дом угодила очередная бомба. Я похоронил всех своих родных и друзей, погибших при бомбёжке. Я надеюсь найти тело сына, чтобы похоронить его рядом с ними, чтобы навещать их на кладбище всех вместе. Наступление правительственных сил на оппозиционный анклав продолжается более двух недель. Ракетно-бомбовые обстрелы не прекращаются ни днём, ни ночью. Тысячи обитателей пригородов Дамаска вынуждены прятаться в подземных тоннелях и подвалах. Мы голодаем. Наши дети соскучились по молоку. Им нужна одежда. Они практически раздеты. Посмотрите, вокруг нас грязь и плесень. Мы живём хуже, чем бродящие собаки. Пожалуйста, ради Бога, проявите милосердие к нам, обитателям Гуты. Правительственные войска вернули под свой контроль треть территории Восточной Гуты. Это удалось сделать при поддержке российской авиации. Таким образом, Дамаск открыто игнорирует требования резолюции Совета безопасности ООН о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии. Администрация США и правительство Великобритании осудили наступательную операцию на Восточную Гуту и возложили ответственность на Россию и Сирию за душераздирающие человеческие страдания жителей. Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.